ну вот закончилась у меня тренировочка 1 как я разогнался просто прикольная возникла мысль тут одна что тормози ну сейчас отъедем немножко пошустые разгоняется интернет со временем кашируется как-то и начинает нормально картинка идти вот так вот так ну погнали значит так сейчас я подумаю как лучше начать да не донести идею которая меня тут это посетило в общем все наверное кто youtube лайст регулярно и кого интересует текущая политическая ситуация и вообще предвыборная борьба там все такое прочее смотрят ну пытаются собрать информацию саму разную смотрят конечно всякие там выступления кто-то смотрит навального кто-то смотрит анти навальщину кто-то смотрит про груденина кто-то то что поддерживает путина этого репортажа с вот митингов но чем больше мы это смотрим тем больше и youtube предлагает нам подобной значит информации учитывая запросы по нашим интересам и выводит релевант нашим интересам то есть предлагает посмотреть и вот вылетает огромное количество записей который делал разного рода политологи эксперты социологи такие как там жуковский потапенко там еще там всякие сатановские и и прочее 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 их вообще как бы дофига и трудно конечно сказать что они говорят что-то не так говорят они оппозиционно частные вещи ну то есть в основном это критика существующих существующего положения дел и к правилу как она базируется на ну достоверность кому-то к информации то есть это аналитика причем осцилаются очень часто на информацию из официальных источников совершенно но идет одна с критикой не могу сказать что это на самом деле плохо с одной стороны это хорошо почему потому что в это представляет некую альтернативу зомбоящику 1 2 канала которые дуют лучше что вообще все хорошо эти же в противовес дуют особенно там по типу жуковского таки товарищи что все плохо абсолютно в общем все кризис мы загибаемся вот завтра все рухнет и все такое прочее почему это важно потому что человек который смотрит и ту и другую информацию начинает видеть мир по крайней мере с разных точек зрения чем эти точек зрения больше тем он составляет более емкую и полноценную картину собственного мира то есть он без нее есть аналитический аппарат нормально и он умеет сопоставлять различного рода факты то он формирует собственную картину мира и складывается у него правильное представление как и должно быть так и должно быть на самом деле никак иначе но я просто задумался о судьбе вот этих самых это политологов вот я об этом больше хочу сказать не о том правду ли они готовят я считаю что они говорят под правильные вещи и наряду с пропагандистскими первым вторым каналом должны существовать и такие вот оппонирующие стороны для того чтобы объективно на все посмотреть но вот про самих про них подумаешь надо потапенко мы предположим предприниматель хозяйственник да не столько хозяйствен сколько именно предприниматель все нормально а вот сколько то есть у него существует реальный источник похода в том что он занимается в реальной сфере услуг и производстве то есть он реально что-то делать а вот какое огромное количество существует политологов всяких социологов к тех кто занимается различного рода обзорами и так далее для которых это является профессиональным видом деятельности их популярность прежде всего базируется на скандальной информации с точки зрения оппозиции их даже больше чем пропагандистов таких как киселев соловьев там прочее не знаю как как назвать звоны вот ну там два слова перед этим отставить и и даже больше они собираются определенный контингент и на нем просто ну паразитируют часто делая просто перепосты чуть-чуть обрабатывая их и выливают все на ю тубе это я уже по блогеров говорю вот что будет вот предположим если придет к власти кстати я на это надеюсь честно говоря но грудин например я вот за него голосовать пойду куда денутся все эти люди на чем они будут дальше строить свою популярность вот они критикуют что сейчас есть и то что они критиковали будет и предположим появится то за что они сборатывают я почти не сомневаюсь что эти люди тоже перебываются потому что они идут в реальную сферу производства нет они точно так же будут взор и опять оппозитировать на недовольство кого-то кем-то и чем-то потому что для них это единственный способ зарабатывать все на жизнь и вот я подумал на самом деле хорошо что они есть они говорят правильные вещи с другой стороны вот предправильные получится будет говорить неправильные я конечно не зарекаюсь я не знаю может они действительно найдут себя в чем-то там ином абсолютно но пока я вижу что они в основном паразитируют вот на на этом на всем на не на недовольстве и сколько их же много на самом деле посмотришь так послушаешь эхо москвы посмотришь различные каналы на ю тубе вот блогерские экраны прочее это же просто какой-то ужас сколько народа не занято в сфере производства которые просто занимаются чисто сотрясанием воздуха я сейчас тоже занимаюсь сотрясанием воздуха безусловно для меня это это хобби я понимаю что должны быть обязательно аналитики профессионалы политики профессионалы это само собой я не люблю тех что вот как мне кажется я могу заблуждаться до им хо мое это реально просто паразитировать как вот прийти ловит ловит люди тренд как свое время поймал макс сто пятьсот да вот тренд и потом ему многие пытаются подражать виде что вроде все в этом плане получается и понеслась здесь тоже самое поймали тренд и начали паразитировать на нем поймали тренд на как у малахова с этой с проституткой малолетней было там даже на не проститутку шлюха с малолетней значит поймали на ней тренд и стали на этом паразитировать соблефт вообще на этом сделал просто гипер карьеру свою ну в общем вот это ими такие вот не вызывают уважение и поэтому я еще пока не как относиться на на настоящем этапе что они нужны потому что ратуют они как мне кажется за правое дело и моем то что они скажем так агитируют или против чего ну в какой-то мере совпадает с моим миром над ощущением наверное а что же будет ну ладно поживем увидим конечно что я за них решаю ну просто в какой-то момент я когда об этом сам задумался я понял какое их огромное количество это же просто капец и я хочу сказать что в большинстве своем там люди реально умные то есть умные они умеют хорошо рассуждать хорошо излагать свои мысли анализировать сопоставлять но их очень много хотя понимаете в другому может и не может быть должно же когда-то количество перейти в качество и когда каждый умный человек борется за то что как ему кажется правильно и большая масса людей в этом совпадает это и приводит скорее всего наверное к переменам и прежде всего прежде всего к бескровным каким-то переменам когда просто я говорю количество переходит в качество и все происходит как бы само собой так что вот пока не разобрался и поэтому хотел бы задать вам вопрос а вы что думаете обо всех об этих экспертах аналитиках социологах политологах блогерах которые сотрудятся в социальной сфере видите есть конечно огромное количество людей которые смотрят их с воодушевлением и с удовольствием потому что не могут смотреть и зомбоящих но они тоже подпадают под определенным под ту же самую абсолютно модель вот в ту же самую сам западню люди которые смотрят зомбоящих они воспитаны последние годы скандальной новостной информации которые они просто ждут не телевизор ради фона работает только для того чтобы постоянно рассказывалось про катастрофы какие-то скандалы трагедии держать напряжение вот такое прочее люди это лупают то же самое сейчас уходит в youtube сначала это свободная зона была распространение информации там интересный правильный правильный всякой разной свободы сейчас же это стало опять зона для чистого зарабатывания бабла на трендах на трендах и тренда опять же просто быстро прочувствовали блогеры всю ту же самую тему и увели свое альтернативное телевидение в интернет но оно альтернативное стало исключительно просто по направленности информации они по качеству предоставляемого контента то есть если телевизор скандалит в одном направлении то популярный интернет скандалит в другом направлении ничем не отличаясь абсолютно это я имею ввиду политическую сферу есть еще конечно интернет развлекательный который безусловно имеет право на жизнь чем дальше тем он отупляет больше потому что блогеры быстро нащупали маркетинговые фишки которые просто позволяют выводить информацию в топы даже без раскрутки без накрутки а просто за счет контента делает этот контент таким дуальным непонятным загадочным и все равно скандальным отсюда все эти там информации про плоскую землю там про все проще то есть если раньше я мог спокойно порекомендовать своим детям посмотреть какие-то каналы в интернете для того чтобы они подчеркнули какую-то информацию полезную сейчас приходится чуть ли не цензуру какую-то предварительную сами делать потому что даже те кто раньше выдавал довольно таки хороший научно-популярный контент где информация действительно подкреплялась какими-то фактами сейчас выдает такого же качества контента он как бы неплохой по графике по видео по форме подачи но такой такую тупизну прямо вообще пипец ну вот что просто зашкаливает то ли они по исчерпались разносились нечем стало говорить но я от этого далек нет они просто следят за за трендами и на гребне волны и не понимают что больше народ и но где и суть не достоверности качества скажем к информации как таковой контент сколько форма донесения форма подачи и вот определенная вот эта фишка скандала и это конечно просто трагедии интернет если так будет развиваться дальше его не надо будет даже закрывать просто станет бесполезно но сам себя потихоньку дискредитирует за низкопробного контента почему я в низкопробном контенте опять же заговорил этот вопрос недавно задали как отношусь и низкопробно вот низкопробный контент по нему в мире низкопробные ролики это понимаете можно дуально суть ролики могут быть сделаны просто великолепно но контент при этом будет абсолютно низко под он чтобы понять что есть что понимаете опять же возвращаемся к одной простой теме нужно изначально много знать а что много знать надо смотреть не интернет а много читать и только тогда можно будет информацию поступающую из других источников уже сепарировать и селективно разводить и понимать где стоит информацию дальше смотреть где нет спросите меня какой я считаю научно-популярно-развлекательный канал это неплохой но так верти побединский да по физике это нормально не свой час канал нормально вполне можно рекомендую своим детям надо конечно мне нравятся такие больше научные каналы но их смотрят мало это философак там до наука 20 в этом пока типа или более раскрученные там часто можно найти интересную информацию вот но вернемся к политическим к этим быть сми к обзорам и всем прочим а вот этих вот сейчас стало это же просто какой какая-то засада и не знаю скоро наверно заполонит весь интернет то есть я смотрю что блогеры вот эти политические они растут как грибы после и далее я говорю я еще не сформировала нас отношение свое к этому почему потому что я не могу до конца понять чем люди движимы блин меня начало формироваться еще я вам сейчас сам я расскажу можете с этим согласиться можете не согласиться если вот предположим те как я учусь до рассказывать все эти меня контента проснул форма подачи простейшая иду за рулем рассказывающим и просмотров то будет у меня немного да я и не стремлюсь в просмотре этих роликов они на лайв канале лежат у меня я смотрю только тот кому интересен и я им и моя точка зрения людей немного кто подписан на канал не вот есть у меня там основной канал где в пост обработке ролики выходят но у меня тоже тематически они развлекательны поэтому там тоже порой не сильно много несколько подписчиков есть и все вот прям эти и вот я значит такой вот это делаю сам дел а когда я вижу ролики сделанные великолепно на подобную же тематику понимаешь что люди хотят огромное количество просмотров это рука и опять же как бы неплохо потому как информацию они вроде пытаются донести часто достоверную и и правильно но баб вопроса задуматься что движет казалось бы какая разница что движет если информации достоверная и правильно на самом деле значит понимаете вот дело в том что степень доверия вот это самые важные вещи доверие же откуда формируется она формируется от искренности и какой бы классный контент бы не был если он подается не искренне это люди все-таки очень быстро прочухают а его очень много не искреннего контента появилось который делается только на тренде как бы вы не говорили правильные вещи но низкой которые вы сами не разделяете то нифига ничего не получится но не будет вам народ доверять и все главное что-то формирует и пускай не смотреть это все общественные мнения это великая вещь и играть им это очень аморально если вот именно так играть а особенно в угоду личной выгоде это не есть гуд и поэтому несмотря на то что они вроде дают информацию необходимую я прямо раздваиваюсь да ну вот хотел у вас узнать что прямо глазик зачесался сильно попало вот хотел узнать у вас что вы по этому поводу думаете а мы когда все переменится не переменится что они будут делать когда пройдут эти тренды вот только время сможет ответить на вопрос на этот мы сразу но то увидим куда они денутся эти блогеры что они начнут обозревать а вот про искренность смотрите вот я скажу про того же это побединск вот которые занимать на физику ты тут что такое на кверте и на своем канале сейчас человек действительно любит это нет ну реально даже чувствуется потому что я нашел его канал где он выступает с научно-популярными лекциями на эту тему то есть он не только на youtube этой популярной деятельностью занимается на и вообще занимается потому что ему это кайфово он ловит драйв что что несет вот а популярно научные знания в массы это очень сказывается он интересный вот такие вот действительно люди интересные я не скажу что среди тех кто занимается политологией обзорами журналистикой вот такой социальной нету таких увлекающихся людей я просто говорю я постоянно задумываюсь чем они будут заниматься когда им придется соскочить со своего конька но добьются они того что станет все по-другому и вроде бы критиковать особо станет нечем чем они будут заниматься ведь на похвальбе на хваление на на этом не словишь нет словишь безусловно можно словить от государства но все но все не словит у нас есть таких как соловьёль киселёвы да они там зарабатывают миллионы как пропагандист как ораторы рупоры скажем так а куда же денутся эти все остальные ну ладно вот так вот кстати совсем немного до выборов осталось там совсем 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 все никакой 12 число 6 дней совсем немного скажите мне ведь согласитесь что те кто не собирается голосовать за действующую власть а ту которая сейчас ведь таится где-то в глубине души теплит надо что все таки а вдруг победит груди не скорость на 6 есть это как раз тот самый случай когда все знают исход на надежду умирает после всегда хочется быть приятно разочарован посмотрим посмотрим